Кратко расскажу, что такое испытание на воздухопроницаемость. Мы будем испытывать оболочку здания. То есть мы не проверяем воздухопроницаемость через оболочку здания. Для этого мы закрываем все вентоотверстия, окна и так далее. То есть проверяем не герметичности в самой оболочке. То есть проверяем как инфильтрацию, так и эксфильтрацию. Само испытание является обязательным для стран Западной Европы, как для новых зданий, так и для реконструкции. В наших нормах тоже прописаны требования к воздухопроницаемой оболочке. И практически необходимо проверять здание, но по факту очень часто это не происходит. Если мы говорим про энергоэффективные здания, то любое энергоэффективное здание надо проверять на этапах черновой отделки и чистовой отделки, как минимум в два раза. Данное здание мы проверяли один раз на этапе черновой отделки. То есть изначально мы приезжали, смотрели, готово ли здание, к испытаниям, оно было не готово, поэтому мы составили для заказчика отчет, и соответственно все замечания наши были устранены. Второй раз мы приезжали уже с оборудованием, проверили здание. Практически все недочеты были устранены, но выявили еще много интересных факторов. В этом нам помог как комплект испытаний на воздухопроницаемость, так и тепловизор. И сейчас будет финальное испытание, которое мы проведем, в большей степени, конечно, для вас. И покажем все практически недочеты, которые были устранены. Может быть выявим еще что-то, это даже будет интересно. А кратко расскажу про здание, которое мы с вами видим. Полы первого этажа – это монолитная плита, утепление порядка от 100 до 160 мм экструзионного пенополистирола. Наружные стены первого этажа – это клееный брус 180 мм. Второй этаж – это каркасная конструкция толщиной 280 мм. И внутри порядка 200 мм эффективной теплоизоляции. Каркасная конструкция. Кровля – это пирог кровли внутри, тоже деревянной кровли. И внутри порядка 250 мм эффективной теплоизоляции. Слабое место в оболочке – это в том числе и розетки. Когда они используются без герметичных манжет, либо узел не продуман, они тоже с помощью термоанимометра можно их зафиксировать. В данном случае мы видим порядка 0,3 м в секунду. С помощью тепловизора можно тоже зафиксировать это слабое место розетки. И вот мы видим с вами разрывистую структуру и температуру порядка меньше 10 градусов. Опять тепловизионный снимок двери. И вот это как раз неплотность, которую мы обнаружили. Она довольно большая, протяженная. И вот мы видим, что порядка минус 2 градусов. То есть на улице у нас порядка минус 3, минус 2. И вот мы вот эту температуру видим внутри оболочки. Нашли очередную неплотность. Плохо проклеено прохождение кабеля, который идет на улицу. То есть вот тут гофра и вот это прохождение мы видим. То есть проклеили, но мы видим, что вот эта прерывистая структура показывает, что инфильтруется воздух. Вот справа и слева. Аналогично можем зафиксировать это с помощью термоанимометра. Мы провели серию из измерений на разрежение и на повышенное давление. Построили два графика. Видите, они практически совпадают. То есть кругленькие это разрежение, квадратики это повышенное давление. Ну и можем посмотреть результирующие значения. Значит, значение N50 на разрежение 1.36, на нагнетание чуть повыше 1.39. И среднее значение 1.38. То есть мы в рамках норм. То есть не зря нас туда привлекли. Реально работники поработали качественно, как могли, старались. То есть основные неплотности в оболочке они убрали. Ну и соответственно мы видим с вами расходы метров кубических в час. То есть это значение N50. Это то, что по факту было бы, если мы целый час ждали с вами на разрежение, минус 50 паскалей, либо на нагнетание. То есть среднее значение утечек в час было бы порядка 890 кубов. Значение воздухопроницаемости нормируется. Для зданий российских это значение с механической системой вентиляции меньше, чем 2. Здесь мы видим наше здание с механической системой вентиляции. В европейских нормах это значение меньше, чем 1.5. Меньше или равно. Сейчас по нашему оборудованию мы зафиксировали значение N50 1.5. То есть мы вписываемся в требования европейских норм. Но чтобы этого достичь на таком здании, пришлось проработать многие узлы и герметизировать их. Соответственно мы видим герметизацию всех окон, всех прохождений, всех слабых мест. Есть еще слабые места, но максимальное количество мы минимизируем. Розетка в наружной стене на втором этаже порядка 1 метра в секунду. То есть и температура здесь тоже можно померить, но я чувствую, что это уже некомфортная температура. То есть у головы, то есть люди здесь спят, тоже будет приток холодного воздуха. Вот еще один узел, то есть порядка 1.2-1.3 метра в секунду. Ну тепловизор показывает нам то, что мы зафиксировали термонемометром. Вот эта рваная структура, это опять же инфильтрация наружного холодного воздуха. Вот есть даже отрицательные температуры, минус 1 градус. Вот они, розетки. Здесь надо поближе подойти к ним. Порядка плюс 5 градусов. Сам узел, он более холодный. Минус 1 градус минимальной температуры. В этом плане тепловизор помогает, потому что он облегчает работу. То есть можно сразу же находить слабые узлы. То есть весь узел примыкания, весь узел слабый. И везде мы видим инфильтрацию воздуха. Новый рекорд на сегодня. 6,5-7 метров в секунду это прохождение дымохода от сауны через кровельную конструкцию. Порядка 6, вот тут мы фиксировали даже больше, до 7 метров в секунду. То есть это практически сквозное примыкание, то есть грубо говоря, когда сквозная дырка. То есть ничего не сопротивляется воздуху. Вот стандартный узел больной, который не решается очень часто ни в одном доме стандартом. И вот здесь прям холодно. То есть можно пощупать, просто вот долго невозможно дерзать. То есть чувствуется, что отрицательная температура. Вот здесь аж 2,2. 2,1 метра в секунду. Ну здесь вот прямо можно поставить руку и почувствовать приток свежего воздуха. Вот здесь прям холодно. То есть если мы датчик сориентируем правильно, то есть что не всегда просто. То есть можно уловить довольно большие скорости. Где-то 0,2 метра в секунду. В принципе это вот здесь хорошо дует. Мы зафиксировали. Вот даже видно, вот здесь вот краска меняется. Это может быть и не прокрашено, но видно, что 2 метра в секунду. Ближе к кровельному узлу начинается проблема. Вот эта вся доска вот здесь вот сифонит очень сильно. Порядка 0,4. Вот. 0,7-0,8 метров в секунду. У нас объемный расход порядка 1800-1900 кубов в час при перепаде минус 50 паскалей. Сейчас постепенно, автоматически этот перепад поддерживается. Ну вот мы видим 50 паскалей и 1860 там кубов. И соответственно у нас уходит 10 объемов в час через неплотности в этом здании. Полученные значения порядка 10 кратность воздухообмена, значение 50, не удовлетворяет ни российским нормам, ни европейским. Если взять более слабые российские нормы для зданий без механической вентиляции, то есть естественная вентиляция, а это здание именно такое. Значит максимальное значение 4. Здесь у нас 10. То есть 2,5 раза больше, чем самое плохое значение, которое может быть. Если говорить про пассивный дом, где значение 50, 0,6 и меньше, это больше 15 раз. Все, если говорить про пассивный дом, где расйчет scaling, то есть же разные логотик. Продолжение следует...